Туберкулез и инсульт. 71-летняя Ротару насквозь больна. Новость об экстренной госпитализации артистки после концерта в Уфе стала шоком для поклонников. Но в больнице, куда доставили хударянку, выяснилось, что нарушение мозгового обращения – это следствие многих других недугов, которыми страдает певица. То, что Ротару вообще может петь, врачи считают обстоятельством удивительным, ведь она страдает хроническим бронхитом, усиленными симптомами астмы. Причем болезнь дала о себе знать, когда Ротару не было и 30 лет. Она в то время работала без устали, выдерживая по 3-4 концерта в сутки, часто на открытом воздухе. Горло и бронхи в итоге не выдержали такой нагрузки и потребовалось экстренное вмешательство врачей. А после воспаления ей сделали операцию, удалили узелки на связках. Но болезнь дала осложнение и вынудила певицу на целый год прекратить петь. С той поры у Ротару часто активизируются симптомы бронхита – почти астматические приступы удушья, сопровождающие сдавленностью в груди, хрипами и тяжелым кашлем. Именно этим объясняется желание певицы жить в Крыму, только местный целебный морской воздух и спасал ее легкие. Но после того, как Крым отошел в состав России, София Ротару туда не ногой. Она живет в загазованном Киеве и болезнь снова перешла в активную стадию. Говорили даже, что у Софьи Михайловны обнаружен туберкулез и теперь до конца жизни она вынуждена повторять курс химиотерапии, чтобы не дать размножаться палочке Коха. Процедура губительная для болезнетворных микробов. Пожелаем певице скорейшего выздоровления! Благодарю вас за просмотр! Ставьте лайки и дизлайки! Пишите ваши комментарии! Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях! Подписывайтесь на наш канал! Не забудьте нажать на колокольчик! Впереди вас ждет много интересного и захватывающего! До новых встреч! До новых встреч!